Всем привет, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Юлия Щеглова покидает телестройку. Девушка удивила поклонников не только своими планами на замужество и нескорое рождение детей, но и тем, что намерена уйти из телепроекта в 2020 году. Юлия хочет профессионально заняться наращиванием ресниц и открыть собственную студию в Москве, как это сделала Нелли Ермолаева. Игорь Русанов обрел неоднозначное ощущение после того, как Юлия сообщила ему, что не видит своего будущего на Доме-2 и вскоре хочет уйти из реалити-шоу в реальную жизнь. Молодой человек в растерянности, ведь не знает, сможет ли за периметром он обеспечить Юлю и их семью, и стоит ли ему вообще уходить за ней. Зрители провели собственное расследование и подтвердили, Дима Дмитренко действительно ворует у Дома-2. Между Алексеем Купиной и Димой Дмитренко развязалась самая настоящая война. Так Леша поднял вопрос о том, что Дима нагло забирает себе продукты, купленные руководством для Дома-2, и сразу же за это поплатился. В ответ сам Дмитренко объявил Купи на воровстве, правда не нашел поддержки у окружающих. Все точки над ей расставили зрители, которые уже провели собственное расследование и доказали вину Дмитренко. Последние припомнили, как Дима точно так же подворовывал еду, пока они с Ольгой находились в декретном отпуске. Кроме того, спалила супруга и сама Ольга. Молодая мамочка попыталась убедить коллектив в том, что Дмитренко пошел на кухню общего дома за огурчиками для нее. Однако зрители успели заметить, именно огурцов никогда не видно на столах участников, а значит Ольга забралась в попытках защитить благоверного. Валера Блюменкранц теряется при виде Яны Захаровой. Вернувшись в очередной раз на проект, Блюменкранц немало удивил поклонников своим поведением. Ведь в этот раз Блюм не стал ждать бесконечных номинаций на уход за то, что он не строит отношения, а в первый же день заявил о том, что ему симпатична Яна Захарова, вызвав у девушки легкий шок. Но тем не менее, Валерий усиленно изображает крайнюю заинтересованность Захаровой. А чтобы его не заподозрили в неискренности, для правдоподобности Блюм впадает в легкий ступор при виде Яны, замолкая, как только девушка появляется в поле видимости. Чем еще больше удивляет Захарову, ведь все участники наперебой твердят о том, что Блюм крайне харизматичный, разговорчивый и веселый парень. Как вы считаете, неужели Блюминкранс действительно так стесняется своих чувств, что не в состоянии слова вымолвить при виде своей симпатии? Или все-таки правы те зрители, которые подозревают, что Захарова для Валеры является лишь пропуском на вожделенный проект? У Федора Стрелкова за периметром появилась новая пассия. Федя проводит новогодние каникулы в Сочи, катается на лыжах и веселится в компании симпатичной блондинки. После праздников Стрелков планирует вернуться на проект вместе со своей новой девушкой. Беременная Александра Черно решила растить ребенка в одиночку и вычеркнула мужа из своей жизни. Конфликт в семье Саши Черно и Иосифа Аганесяна набирает обороты. Впрочем, сама Саша, по ее собственному признанию, больше не готова бороться с дурным характером благоверного. Судя по всему, испорченная новогодняя ночь стала для девушки последней каплей, а самому Аганесяну не осталось места в ее жизни. Саша опубликовала пост, признавшись, что благодаря ребенку у нее появился новый смысл жизни, равно как и новые цели. Девушка не отрицает. Счастливая полная семья в ее случае еще возможна. Для этого Аганесяну достаточно измениться. А вот если этого не произойдет, то развод не минуем. Обиженную на супругу участницу Дома-2 поддержали далеко не все. Пользователи социальных сетей посоветовали Черно начать меняться самой, аж потом пытаться воспитывать взрослого мужчину. Ольгу Бузову заподозрили в беременности. Несмотря на то, что поющая ведущая Дома-2 находится на горнолыжном курорте с любимым и активно катается на лыжах, поклонники Бузовой уверены, что она беременна. Предположения об интересном положении Оли уже не первый раз возникают у фолловеров, но на этот раз совсем не беспочвенно. Стоит признать, Оля опубликовала в новогоднюю ночь фото с видом, на котором было видно, что ракурс певицы позволяет разглядеть заметно округлившийся животик. Причем платье девушки сидело на ней совсем не как бандаж, а наоборот было немного свободного кроя. Как заметили некоторые из комментаторов поста Оли, девушка будто специально стала так, чтобы все могли разглядеть на снимке изменения в ее фигуре. И эти изменения совершенно не похожи на эффект после переедания или специальное выпячивание животика. Тем более, Оля никогда не любила выглядеть располневшей на фото, поэтому вполне возможно, что истинных фанатов Бузовой в этом году ждут сразу несколько сюрпризов. Свадьба теледивы, рождение ее первенца. Возможно, именно по этой причине Бузова спешит выйти замуж. Как и полагается настоящей звезде, ведущая Дома-2 игнорирует вопросы о беременности. Да и в общем, Оля не так активно стала появляться в Инстаграм. Именно этим, на удивление, она и радует поклонников, которые уже давно надеялись на то, что девушка встретит свою любовь и перестанет быть зависимой от подписчиков, лайков и прочих неважных вещей для поистине счастливых людей. Андрею Шабарину снова грозят переездом тещи. Андрей уже как-то слышал заявление Розалии Райсон о том, что ее мама будет жить с ними, когда появится ребенок. Тогда участник тактично дал понять, что он не в восторге от этой идеи. И теперь явно приходится объяснять любимой супруге снова, что совместное проживание с ее родней никак не входит в планы Андрея. Но Розе пока что всегда удавалось добиться желаемого, так что вполне возможно, что и в этот раз она получит то, что хочет. Розалия Райсон снова мечтает о том, чтобы ее мама жила с ними. Планов у Розы всегда много. Она хочет работать, когда-нибудь родить супругу детей, оставить у них жить ее маму в качестве няни, а самой дальше заниматься своей карьерой. Ни один из этих планов пока что не получил одобрения от Андрея Шабарина, но он им ночной клуб жену не отпускал. Однако Роза так и не добилась согласия мужа, а в клубе все-таки была и даже никакого наказания за это от Шабарина не получила. Хотя он был настроен очень решительно беречь здоровье супруги и не отпускать ее гулять поначалу. Андрею кажется, что в идеальной для него семье женщина должна вести исключительно домашний образ жизни. Роза же видит, как домашний образ жизни ведет ее мама, на которую можно будет переложить обязанности по уходу за младенцем. Девушке отчаянно хочется, чтобы мама жила вместе с ними, и она пытается объяснить плюсы такого проживания мужу. Но Шабарин не хочет жить вместе с тещей даже в пределах телестройки. Стоит отметить, что первое знакомство Андрея с тещей прошло неплохо. Правда, мужчина к тому времени уже успел почти изменить Розе. Но эту проблему девушка решила сама, оставив любимому синяк под глазом. Тогда мама Розы была уверена, что ей не стоит торопиться замужеством. Но дочь не прислушалась к ее советам. Алена Савкина старается походить на свою коллегу по Дому 2. Маленькому Богдану Савкину нет и года, а его мать активно занялась не только личной жизнью, но и своим преображением. Чуть больше пары месяцев назад Савкина подкорректировала форму носа и увеличила бюст. Правда, на этом решила не останавливаться. Фолловеры долго критиковали Алену за отвратительного вида зубы. И, судя по всему, молодая мамочка внела мальбам окружающих заняться своей улыбкой. Теперь Савкина является обладательницей новых фарфоровых зубов. По примеру, Татьяны Строковой Алена вставила виниры. И именно с Таней ее теперь и путают. Савкина поделилась свежим фото, и далеко не все пользователи социальных сетей сразу поняли, кто перед ними. Подкорректировавшая внешность, девушка стала копией Строковой. Более того, многим даже показалось, что Алена специально старается походить на свою коллегу по Дому-2. Бывший участник Роман Макеев рассказал о своей жизни после предательства Алены Савкиной. Парень поделился с домовскими журналистами подробностями своей жизни после ухода с телестройки. Мужчина остался без семьи, работы, денег и с раскуроченным автомобилем после предательства Алены и бесславного изгнания за ворота. Теперь Макеев старается наладить отношения с сыном, для которого его приключение на проекте стало психологической травмой. Расплата за любовь или за согласие отыграть сценарий, который ему предложили работодатели. В любом случае, Рома продолжает развивать свои профессиональные навыки, не держит зла на Алену Савкину и мать всех Рапунцелей. Даже желает бывшей возлюбленной найти такого мужчину, о котором она мечтает. Теперь телепроект «Дом-2» Роман Макеев не смотрит, ограничиваясь теми фрагментами, которые ему присылают подписчики. Стоило ли таких последствий, это скоропалительная связь с Савкиной? Или зрителям «Дома-2» показали типичную историю из области увлечений зрелого женатого мужчины и участницы телестройки? На сегодня это все новости «Дома-2» за последние сутки. Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч!